Здравствуйте! В эфире программа «По горячим следам» в студии Анастасия Дворецкая. На нерадивую мать, державшую в заперти свою дочь, завели уголовное дело. На прошлой неделе мы рассказывали о том, как участковый в деревне Калинина спас 14-летнего подростка от заточения. Напомню, девочка находилась на балконе и просила о помощи. В течение недели она практически ничего не ела. Сегодня стали известны подробности этого вопиющего случая. Оказалось, что женщина действительно редко кормила дочь. Кроме того, не разрешала гулять на улице и общаться с друзьями. Объясняла это своим методом воспитания. Дома девочка всегда питалась только либо чайзами, либо макаронами. Но, как она поясняет, мама тоже никаких изысканных блюд сама себе не готовила. Продукты питания дома находились в отдельной комнате. Комната находилась под замком. Ключ, соответственно, находился только у мамы. Ребенок, получается, продукты получал, когда попросит у мамы. То есть, она находится дома. Сейчас спасенный ребенок находится в реабилитационном центре и возвращаться домой не желает. В скором времени органы опеки решат вопрос о лишении нерадивой матери родительских прав. Кроме того, ей придется ответить перед законом. Женщине может грозить даже лишение свободы. Омские полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве молодой девушки. Ее тело нашли 25 июня на улице Комиссаровская. Выяснилось, что накануне трагедии Амичка познакомилась в кафе с молодым человеком. Вместе они отправились на прогулку. Парень был последним, с кем видели девушку. Сейчас его разыскивает полиция. Спутника погибшей зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов недалеко от места происшествия. Парню около 25 лет, рост 175-180 см, волосы темно-русые. Был одет в желтую футболку, джинсы и кроссовки красного цвета. Особая примета – на правом плече татуировка – волк, воющий на луну. Если вы можете помочь какой-либо информацией, позвоните в полицию по телефону 79-3202 или 02. Конфиденциальность гарантируется. Жители поселка Дружино задержали неадекватного водителя. По дорогам беспорядочно разъезжал автомобиль, нарушая все правила дорожного движения. Когда появился экипаж ДПС, выяснилось, что шофер находится в почти бессознательном состоянии. Разговаривать молодой человек не мог и на вопросы автоинспекторов не отвечал. Под чем находился 22-летний рулевой, неизвестно. Он отказался от медицинского обследования. Вероятно, это последствия бутирата, популярного среди наркозависимых людей препарата. За управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения он может лишиться водительского удостоверения на два года. И наверняка будет поставлен на учет в наркологическую клинику. Омские налетчики-акробаты в скором времени предстанут перед судом. Напомню, двое вооруженных молодых людей по всему городу грабили павильоны горячего питания. При этом совершали преступление весьма оригинальным способом. Они пролазили в киоски через окошко. Происходило все в ночное время, когда на улице было достаточно безлюдно. Злоумышленники отвлекали продавцов, якобы выбирая продукцию. Как только работник терял бдительность, один пролазил в окно и забирал деньги, второй вытаскивал его обратно. Грабители не учли одного. В одном из киосков была установлена камера видеонаблюдения. Записи помогла разыскать трюкачей. Теперь им грозят сроки от 7 до 12 лет. В Омске поймали воришку элитного алкоголя. 18-летний Амид 4 дня подряд выносил спиртное из крупного омского гипермаркета, минуя антикражное устройство. Разоблачить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На записи видно, как вор сначала выбирает алкоголь, затем заходит в раздевалку, где прячет бутылку в штаны. Несколько дней парень ни у кого не вызывал подозрений. Брал бутылку спиртного. Кроме того, для отвода глаз и для повода, чтобы зайти в раздевалку, брал любую одежду. С ней заходил в раздевалку. Вместе с принесенными собой плоскогубцами снимал антикражное крепление на бутылках. После чего данные бутылки прятал себе в одежду. Лишь на четвертый день план провалился. Молодой человек привлек внимание охранников. Его поймали с поличным на выходе из магазина. Вор признался, что продавал краденое. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему снова грозит наказание. До двух лет лишения свободы. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Дворецкая. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам.